Добрый день! Сегодня мы поговорим о параллельных пространствах. С параллельными мирами в действительности каждый из нас сталкивается в жизни неоднократно. Просто на это обычно не обращают внимания. Ну или не могут как-то объяснить, или там объясняют какими-то вообще фантастическими причинами. Но в реальности это как раз параллельный мир, его проявление. Ну вот, например, всем стало сейчас, в общем-то, известно об эффекте Манделы. Мандела это южноафриканский президент, который, значит, сидел в тюрьме. И вот одни, именно в южноафриканской республике, люди думают, что он и умер в тюрьме, а другие говорят, что нет, его выпустили и он был президентом. Вот как бы вот мир, ну, страна разделилась на два лагеря. Одни так думают, другие так. Но у нас в психологии есть такое понятие исключение памяти, да? Но не может быть исключение памяти у разных людей, да? Ну вот они никак вот разделились пополам. Они живут все в одном месте, но разные представления при этом. Это, ну, как бы никак в науке объяснение не получило. В реальности, ну, немножко надо пораньше начать, издалека, так сказать. У нас вообще, вот, в мире, да, ну, как бы есть атрибуты материи. Ну, и у нас вот только три известных, ну, которые нам разрешено знать. Это пространство, время и движение. А в реальности атрибутами является и жизнь, и память, и вообще божественность, вот. И размножение. У нас миры, они размножаются, они ведут себя как, в принципе, живые существа. И вот, когда у нас события набирают, ну, они, во-первых, повторяющиеся, да? Если вот вы посмотрите себя даже каждый год в один и тот же день, практически идут одни и те же события. И они, как бы, похожи друг на друга. И даже, вот, работают уже ученых, показали, что не только у людей все одно и то же происходит, ежегодно в одно и то же время, но даже микробы под микроскопом двигаются по одинаковым траекториям, именно повторяя то, что было год назад. И вот если у нас 30% несовпадений событий, которые были, вот, ежегодно, да, возникает, если такое, то возникает деление, деление мира. И появляются, ну, и планета делится, и люди делятся, и леса, и города, ну, вообще все. У нас, во-первых, ну, когда неправильно происходит такое деление, возникают новые города, да? Но они имеют те же названия, что, в общем-то, с кого они делились. Ну, бывают сбои. У нас тут больше сотни городов имеют одинаковое название. Ну, например, у нас Брест, да? И во Франции тоже Брест. У нас, значит, Кашира под Москвой, да? И Кашира на юге тоже Кашира. Ну, таких много совпадений. Ну, я что-то молчу. Там Москва, там Питер, их вообще много. Александрия, их вообще очень много. Названий. И люди то же самое там оказываются, которые разделились и там живут. Но они-то воспринимают себя как, ну, нормальные, да? Ну, поменялось что-то там в пространстве. И самое интересное, что у нас это еще во времена, когда было КГБ, известно около пяти тысяч дел о двойниках. Это когда вы приходите домой к себе, а вы уже там есть. И паспорт у этого человека такой же. И знает он все про вас, потому что он вы. Он разделился, но не изменилось его местоположение по какой-то причине. Это вот как раз и в момент деления происходят такие вещи. И бывает еще, когда миры эти пересекаются. Вот, например, космонавты, да? Когда они вылетают в космос, да? Они, правда, об этом не рассказывают их, потому что дисквалифицируют сразу же. Но в колорах они говорят о том, что помимо ихнего корабля, несколько сотен еще других кораблей подобных его кораблю. И более того, в иллюминатор смотрит он же. То есть события, которые размножились, повторяются, но они этими не пересекаются. И вот самое-то интересное, что у нас появляются когда двойники, описание конкретного человека, он появился, ну, пришел на работу. Все его, конечно, знают, все его узнают. Вернулся домой, жена говорит, кто вы? Он говорит, ну как, я же твой муж. Нет, вы говорите, что-то путаете, я вообще не замужем. То есть, и вот он так вот мучился, а ему некому рассказать. Никто ведь не верит. И люди такие вот, они вынуждены. Значит, скитаться там или еще как-то. Ну, короче говоря, они этим миром не принимаются. Так вот самое-то интересное, что это явление связано с таким явлением, как Круссенговер. Круссенговер – это вообще биологический термин. Это когда ДНК обменивается с другим ДНК, но другая хромосома, обмениваются участками генов. Это явление получило название Круссенговер. Такие миры тоже могут обмениваться, когда возникают одинаковые события. И в том мире, и в этом они идут одинаково, и есть зеркало. Вот почему маги, которые, ну, крутые, я имею в виду, как только зеркало, большое зеркало, где-то в помещении, они стараются туда не попадать. Особенность зеркала, которые друг напротив друга. Ну, вы знаете, это устройство для кризиса, потому что видим, мы в действительности видим параллельный мир в этом случае. Вот. И поэтому, когда возникает вот такая вещь, человек может попасть в тот мир. Ну, в этот же мир, или они обмениваются, он попадает. И каждый человек, в принципе, сталкивается с этим явлением. Ну, например, вот смотришь фильм, да, вот, ну, я смотрел там, допустим, фильм. Я помню, что фильм мочился, ну, таким вот образом. Героя убили, да. Тут смотришь, герой живой. Или, допустим, у меня был случай, ну, у меня была школа. В школе я там, ну, писал, что вот какие-то ссылки на нее, да. И мне надо еще закончить, там сколько-то там все осталось дней. И потом я смотрю в компьютере, у меня уже школа кончена. А я ее не кончал. Я помню, что я не кончал. Это вот такие вот случаи. Или там, допустим, книжки, то же самое. Вроде та же книга, да, а написан совсем другой текст. Потому что в другом мире там все по-другому получилось. Вот эти вот ситуации, какие-то изменения происходят, но они незаметные. Вот чтобы этого не было, у нас раньше, начиная с детского возраста, детишек приучали писать. И следить за тем, чтобы все вот эти события повторялись. Потому что если много размножится миров, ну, в одной точке пространства, может возникнуть, ну, или вихры, или, значит, то, что может разрушить все это хозяйство. И поэтому надо стараться, чтобы вот этих длинней не происходило. Ну, у нас, значит, на это сейчас никто не обращает внимания. Дневники уже раньше писали, вот в 19 веке еще, в годы советской власти дети писали, дневники взрослые писали тоже. Ну, и сейчас они даже не знают, если пишут, то как просто, так сказать, генетическая память. А зачем они пишут, непонятно. А вот писалось только для того, чтобы не было вот этих лишних событий, чтобы всегда было одно и то же. Потому что год должен быть похожим на предыдущий год. Ну, и потом, почему вообще у нас такое вот строение? У нас вот миров в реальности параллельных не один вид, их много. Ну, например, угловые миры, так называемые. Был такой физик, Роберт Вуд, он обратил внимание, что если делать кольца дыма, ну, пиросный дым, делал барабан и пускал кольца. Ну, выполнял его дымом и пускал кольца в отверстие. Так вот, если они идут, значит, друг на друга, да, эти кольца, они работают, как бильярдные шары, они отталкиваются друг от друга. А если их под углом пускать, они проходят сквозь друг друга, как будто их нет. И вот на этом цепи, в принципе, построены все угловые миры. Вот у нас в плоскости эклиптики, в которой лежат и планеты, и галактика, ну, и все там галактики, все в плоскости эклиптики. Как только она меняется, мы уже не взаимодействуем. Поэтому в данной точке пространства может быть, ну, если там взять, значит, у нас все вот эти углы. Но порядка 160 тысяч. Вот этих пространств параллельных. Эти все параллельные пространства, они почему назвались космосом? У нас космос и Вселенная – это два понятия разных. Космосом называются все параллельные Вселенные. И космосом связано с понятием осмос, то есть с проникновением. Осмос переводит это – проникновение. Вот Вселенные, они могут проникать сквозь друг друга. Но и космосов тоже оказывается много. Потому что есть параллельные космосы, которые тоже проникают сквозь друг друга. И там дальше идет цвет, да, а цвет тоже их не один. Их тоже множество, которых параметры. То есть много параллельных космосов, много параллельных цветов. это все мироздание мы мироздание тоже может быть разным то есть этот там мы просто дальше не знаем может быть и дальше идет помимо мироздания еще что-то и помимо вот этого углу угловых миров и есть еще мир и которые но можно назвать их перпендикулярные нас можно привести к одной точке ты перпендикуляра мы это знаем да а в действительности теоретически можем бесконечным роста проводить этих перпендикуляров ну правда есть там гипотезы что больше 6 нельзя но у нас эти ограничения только в наших мозгах природе нет ограничений и короче говоря частотные миры до временные миры вот временными чем отличается допустим от нашего мира дело в том что вот когда происходит изменение вращения вот этих элементарных частиц атомов там молекул у них ну гир как гироскоп у гироскопа если изменить или ускорить его у него меняется ось угол оси меняется и поэтому гироскопом может выпасть из этого мира но у нас атомы молекул это все гироскопы вот и они в общем-то выпадает вот все временные миры у них линейная скорость угловая может быть любой а у линейная скорость ну то есть эта скорость как раз самой этой поверхности вращения да она должна быть одна и та же если она другая эту частицу ее вытолкнуть пыталась нет этот мир она не будет взаимодействовать и поэтому они хоть и рождаются здесь эти с разными скоростями линейными они выпадают из этого мира только то что попадает наш мир этот временные миры и у нас вот вращение вокруг нашей галактики до центра галактика нашей солнечной системы повторяет принципе события то же самое как год повторяет события то же самое и галактика на тоже повторяет события и поэтому в общем то и прошлое и будущее и настоящее не существует одновременно и у нас были в свое время в том же девятнадцатом веке машины времени ну например то же самое колода двухколка одноколка и просто кола ну сейчас нам сует в этих исторических всяких сообщениях что это одно и то же фактически на рисунках но название просто разное в реальности кола старорусское название и понятие это жизнь на том и на этом свете и кола это действительно путешествие в прошлую жизнь позапрошлую жизнь а кола вообще по всем жизни можешь путешествовать и можешь путешествовать по этой хроники у нас сейчас хроника горят и похоронить откуда слова идет до на в реальности хроника это вот как раз весь тот круг нашей солнечной системы где как кванты существует наш мир но то есть это хроника мы можем переходить от одного кванта к другому потому что разная скорость линейным у наших вращающихся элементов есть еще так называемые фрактальные миры вот фрактальные миры они описаны когда у нас появляется из фрактального мира какой-то летательный аппарат вокруг него если вы туда к нему приближаетесь вы уменьшаетесь в росте у него поле мощное у этого объекта который к нам попал идете обратно опять восстановитесь такими же большими ну как мы сейчас таких вот когда приземление происходит они описанных не одно такое то есть из фрактальных миров тоже к нам приходят или допустим частотные миры частотные миры вот астральный ментальный там казуальные миры они все отличаются частотой ну как вот вода например воздух и мы до твердые предметы мы можем сквозь воздух ходить можно сквозь воду ходить то я также частотные миры мы можем значит более как бы ну для нас они более как бы разреженные мы можем сквозь них проходить наш мир проходит но они в общем то тоже имеют такую же абсолютную структуру там тоже и атомы и молекулы элементарные частицы все то же самое только они другой плотности ну как у нас же все же плотностью тоже все определяется да дальше значит вот скопированные миры они тоже отличаются какими-то хрон хронологическими параметрами тоже значит это они тоже существуют здесь но от китежград допустим да вот он светлояре затонул вернем за исчез и якобы то вот возникло озеро да и до сих пор там слышны периодически колокольный звон там разлуки ярмарки и так далее китежград не один у нас на земле там где происходило вот это исчезновение они периодически как бы возникают и вот у нас миражи была даже книга такая миража очень красивые фотографии этих миражей но это да просто увидел так не говоря у меня не было денег и купить на смотри все деньги в сторону и она ушла а сейчас и нигде нету потому что это в принципе строение мира нам нельзя знать какое строение мира нас окружает и в общем то каждый человек он встречается с этими параллельными мирами но с миражами подчас может встретиться может встретиться как раз вот с явлениями когда происходит перемещение в этот мир но он как бы размноженный но наш мир и там в общем то события если там что такое время время так как раз вот когда обращается вот эти наш элементарные частицы быстрее или медленнее поэтому если там начали они быстро вращаться они быстрее уходят будущее там быстрее события идут если медленнее значение как бы отстают от нас они прошли и мы попадаем то в прошлое то будущее но чаще как раз то же самое время то есть там особо изменение происходит и в общем то я уверен что большинство из нас большинство людей в этих мирах в общем то бы бывало и те события которые вот они не могут объяснить как раз связаны с параллельными мирами но и у нас ведь и в русском языке остались вот эти все направления но мы только право-лево вниз вверх вперед-назад знаем да а там есть ашу и адрес на это тоже разные направления которых мы сейчас не едем и их у нас таких направлений в русском языке 9 просто пашу вида майна выс в дол то есть у нас в общем то получается что наши предки об этом знали и потом ведь у нас то что у нас в общем то уже еще девятнадцатом веке был высокий уровень нашей культуры говорят например такие факты нам же сказали что допустим тоже тургенев там он заятый охотник мы знаем и он каждую субботу ходил на а он жил то в париже то в своем имении который под тулой расстояние две с половиной тысячи километров вот если они ездили на лошадь на лошадях как нам говорят лошадь за день 100 километров проходит получается что 25 дней надо только до парижу доехать и 25 обратно ну как он каждую неделю мог ходить на охоту значит он ездил давно смотри пролетка летаем до драндуле тоже лет корень тоже летающие вот и вот таких названий у нас много который как раз характеризуют летающие повозки они летали между городами лермонтов учился в питере и еженедельно отправлялся домой в пензу но 2000 километров от петра до пензы но у него там и не было потому что ну как он тоже только мог летать чайковский у него имение было впервые в перской области он в питере там тоже давал концерты каждую неделю не по разу но и да понимать как он там своими не жил тоже 25 дней туда 25 до них ты словах очень много сожалению на оборот к счастью что говорит о том что у нас цивилизация в 15 веке еще было на прочем а потом возьмем хорошо то написала описала всякие планеты где на какой планете кто какие народы жили как что они все представляли какие не какая культура какие там характер и все прочее до 19 век книжка есть данные даже издавали вот поэтому в общем то если говорить о параллельных мирах они существуют просто для нас они не существуют но от этого что нам кто-то говорит что нет они от этого не перестают существует потом ведь этих событий особенно вот путешествие вот этих у нас сейчас душа только путешествует астрального до тела нет настолько астральная оболочка остается потому что после смерти у нас все тела если они есть они разрушаются вот или надо по действительности восстанавливать вот ну и раньше это все делала школа но сейчас школа этим не занимается сейчас школы раньше почему она называлась и школа там а потому что сколу то есть кола это вот человек возвращался с колой он вспоминал свою жизнь и свои навыки зачем мучиться снова у надо было только вспомнить свою жизнь и свои навыки и класс это кола ас опять да надо было вспомнить себя когда ты был еще на уровне асса вот ассо этому как бы мы знаем что это высшие как сказать существа и класс это в действительности то жизнь который ты вспомнил вспомнил две ну тебя значит 2 2 класс вспомнил 10 ну а здесь класс вспомнил 20 значит 20 класс и и соответственно школа то она совсем поменяла свои функции вот сейчас мы только детишек учим тренировать память а все вот эти вот навыки никто этим не заниматься вообще практикой никто сейчас школах и все отменили еще годы советской власти там что-то делались там девочек учили готовить там пищу шить мальчиков учили там делать утварь там всякие мебельные прочие вещи а сейчас этого ведь нету даже я помню на этих на автомобилях учили детишек на право одной в америке это все еще осталось у нас нет уже нет но у нас смотрите вот все же осталось в русском языке название всяких вот телега например да мы представляем что это какая-то на деревянных колесах конструкция запрягаемая лошадями вот едет вообще-то само слово теле телепередача общая на санскрите но санскриты русские это принципе один язык который делают разными вот и гага это дорогу казани дорогу телега это вообще транспортное телепортирующиеся средства или допустим подвода но это тоже телега горят нам до подвода а сама слова то говорит что она двигалась под водой но и потом не только такие вот транспортные средства а и те же плавающие средства у нас же вот почему говорят корабли не не плавают а ходят потому что ходить это можно было хоть куда летать у нас водка облида но как бы корабль в союзе ну и в россии естественно осталось очень много мест которые никаким местом не связаны ни с реками не с морями а называется кораблёва корабельская там то есть корабль обосновая откуда это у нас все обычно места назывались и по тому что там производилась ну например ткачей директ да или там плотникова то есть там плотники жили там это песцова там ну где песни там то есть каждая деревня она представлялась а каким-то своим мастерством и кораблёва корабельская корабли но их много названий они все делали как раз летающие повозки но типа летучего голландца он же деревянный описан до описывается а дело в том что у нас был корабельный лес и к его кстати говоря уничтожили естественно корабельный лес он заключался в том что из древесины корабельного леса изготавливали вот эти вот летающие корабли летучие голландцы эти летающие лодки те же самые сапоги скороходы и все прочее потому что они создавали то что мы сейчас говорим антигравитация они могли перемещаться на очень большие расстояния вот сапогах скороходах можно там было через пропасти перепрыгивать через реки там и так далее и в общем-то это было все не так давно у нас ведь все это ну в общем-то благополучно смогли уничтожить так и произошло с гребенниковым да даже не сомневаюсь что тут предложила как раз руку за кулисом чтобы все это похерить и осмеять ну как будто этого и не было в общем то опять же вот если смотреть по тем же изготавливаемым всяким устройством там колымага там например да потом значит коляска например да для амнибус вот но это вот все как раз мага лет там вот все название вот этих их многим названием старорусских названий которые мы сейчас воспринимаем но как какие-то там повозки от не повозки раз были летающие все повозки они имели ну например кабриолет да тоже вот он летающий и горят что он с открытым верхом как нам чтобы ну там первое первое слово к вг указывать на кабину то есть он никак не мог быть с открытым вверхом или там грандулет да тоже летающие это вещи тоже сама карета горит кар это вообще машина на тех же европейских языках на английском но твой тонн сейчас вот поэтому просто как бы тоже повозка такая он флайтон то есть тоже летающий аппарат но у нас хоть немного было было три вида в три вида и было много понятия которые сейчас выкинуты и допустим то же самый теплород да это движение частиц по кругу то что мы сейчас говорим торсионные поля да и почему он назывался теплород потому что он рождал тепло он разогревался потому что все вращающиеся предметы тяну к себе но они все связи на чем-то вплоть до планет они все же вращаются с друг другом обменяются энергией и поэтому там где в общем то где там но есть движущие предметы те же планеты ну тоже земля да она передает это движение вот этим частицам и он разогревается теплород или флагистон то же самое но это огненное вращение вот но у нас там еще были разные понятия которые в общем то как бы закрыли но они от этого не перестали существовать они строят все существуют и поэтому у нас много явлений которые связаны были с чудесными вещами они исчезли потому что у нас исчезли вот эти понятия вращающихся частичек хотя мы говорим то что я там и там вращаются молекулы вращаются но там ведь есть когда большие части вращаются но тот же теплород он там конгломераты могут молекулы атомов вращаться и они ведутся совсем по-разному и поэтому видов там тех же самых теплородов много у нас только температура понятия есть а температура просто колебания а вращение тоже совсем другие вещи и другие совсем явления но и вот у нас поэтому придумали что там ломоносов вроде как эту вел температуру понятия листон вроде как это отвергли но это тоже все это все фикции это все придумано придумано про науку потому что наука она вообще только в начале двадцатого века появилась с появлением теории относительности до этого все таки было отрыве которые назвали там оккультизмом ну из которой в общем-то боролись успешно и в принципе сейчас трудов и отбороться вот телепортация а это надо представлять куда хочешь переместиться тогда вот это явление проявляется в девятнадцатом веке книги допустим битнера того же описано много таких вот явлений когда человек куда-то спешил до ему нельзя мало опаздывать и он так очень хотел и представлял как он туда попал и он попадал потому что он но мощная эмоция эмоции тоже заряд которая принципе может в общем-то но создать это притяжение между нашим представлением и тем пространством в котором начали должен оказаться но таких вот моментов там много описано они вполне реально сейчас просто это не описывают считается что просто не может быть потому что не может быть она происходит тем не менее но у меня это в пределах земли то есть вот в пределах это уже этого садового кольца еду проезжаю значит три вокзала на думаю сейчас вот ярославка я там поверну уже дома да еду по велецкий вокзал откуда то что такое то есть понимать это это спонтанно мы ничего не делали просто почему-то мы оказались там и вот кстати говоря почему машины часто телепортируется то что у них вращающиеся части вот олдрис помните был эксперимент у тесла да ну потом его не заканчивал там же тоже вращающиеся поля и они перемещались от трехтысячный там год там двухтысячный год они с 1943 года и там часть команды выходила в тот год а часть набор садилась 100 сова попасть 1943 год вот там тоже все обращение а потому что вращающиеся части поскольку если они становятся параллельными да и между ними есть притяжение вот в том же интернете есть авария заснятая на видео этот регистратор когда машина выезжает прям из туннеля ну то есть из стены туннелей выезжает и врезается вот таких вот фактов тоже много но я знаю что обычно подчищает такие кадры но тем не менее они остаются потому что много пользователей интернета это все записывают а потом на своих сайтах выставляют мы поэтому это сейчас информация сохраняется можно в общем-то и увидеть но вот машины да они потому что имеет вращающие части если они параллельно становятся у нас же когда тела вращается в одну сторону они притягиваются но параллельно друг другу находятся если в разные стороны они отталкиваются вот а мы же машина она же там объезжать всякие ямки дачу все время крутится на дороге и понятно с кем-то она могла соединиться и телепортироваться из-за этого дело в том что вот даже наше перемещение по хронике то есть которая вокруг центра галактики находится да вот она же может происходить когда мы будем меняют эти углы потому что наше положение вот это на этой хроники это угол у нас начало эры всегда начиналась но часть 7520 какой-то год дойдет она начиналась всегда с самого дальнего самую большую расстояние от центра галактики но и сейчас мы тоже год у нас начинается ну сейчас как бы наброс от максом небольшого расстояния а вообще новолетие всегда начиналось с 21 июня самая удаленная . это год начало годного летия называлась но и сейчас тоже вот 7500 это вот как раз 7500 лет назад мы находим находимся на самой удаленной точке и вот этой точке если мерить эти углы да можно перемещаться под хроники потому что можно менять эти угла углы меняются известные физические данные как это делать то есть опять же полями там раскручивать эти или наоборот тормозить можно перемещаться во времени поэтому можно точно горит какой угол в каком месте какая значит там ну надо следовать как что там какая эпоха какая какое время попадать туда смотреть на подавать к нам же часто приходят люди из подлинных миров вы пытается исправить ситуацию потому чтобы родители никуда не попали чтобы они живыми остались вот эти есть вещи и наверняка вы знаете рассказы когда кто-то вам делает претензию что с вами поздоровались а вы не поздоровались вы говорите что этого не было и вас не видел ну так вот в магазине там туда и не было там магазине а потому что это ваш войне пришел что-то исправлять им запрещено менять вообще-то да они все равно приходят приходит исправляют и дело в том что у нас вообще для того чтобы переходить были специальные как бы строились ворота они в названии в русском языке они сохранились ну например вот патерна до патерна это вот как бы калит ну и над некоторых местах так они называют калитки а в реальности это телепортация в то или иное пространство в пределах нашей земли или например брама вот обрамление слова там осталось у нас до абрама это вообще тоже калитка и мы брон набран и мы туда проходили для того чтобы сражаться а вот вайга когда мы возвращались с войны но наши предки снималась вот это вот напряженность а это негативщина которого человек накопил во время боев а вот пропилей то название покалитки это покалитка которая позволяла попадать как раз в мир где наши предки умершие находятся но и у нас в общем то если вы вспомните легенды о том же арфей например да только вредите попал когда она умерла этот ярослав мудрый тоже ходил геракл тоже ходил да то есть все они в общем то были связаны с ним с тем светом нам сейчас запретили вот сейчас вот изобретают вот эти вот типы телефонов до поговорить с теми людьми которые там находятся вот я знаю японии забрали такую штуку в америке на это то что стало известно было неизвестно напрямую тоже делали эти опыты связи да и они вполне успешно там просто надо знать что у них очень высокие голоса кто-то умер не высокие голоса мы их не слышим а если делать записи а потом прокручивать на медленно да можно слушать что они говорят и можно с ними общаться и поэтому то технически это все реально но вот мы когда делали нам лабораторию конечно все грабанули просто пришли причем но не буду говорить кто но это все официально да но это не наши службы это как раз за кулиса те которые на захватили курируются так вот дело в том что вообще человеческие мысли их легко читать это еще были разработки года советской власти у нас вот все что человек думает да у нас голосовые связки они колеблются вот если вы будете слушать их но там фон досков возьмете можно слышать но там просто дыхание и она заглушает все но если сделать фильтры вот и слушать можно слышать чуть человек думает у нас в телефонах во всех да вот вставлены в эти фильтры то есть там читается мысли все вот у кого сейчас эти газеты до мысли все прочитываются вы только что-то подумали купить да вам уже реклама на этот счет идет полным ходом ну вот смотрите за мной стороны насчет у нас была борьба с телепатией то есть поскольку все телепаты они же мысли-то читают у человека и если человек даже не хочет вы прочитали он все может прочитать что человек делает что он думает что он задумал все можно узнать а сейчас это опять возвращается на только уже на техническом уровне телепатов всех по вырезали до разжигали технически да это все реализовано снова и снова полный контроль и опять телепатия с ней тоже 5 то что допустим давала возможность телепортации да это вот напитки которые портвейном назывались сейчас же портвейн у нас стал алкогольным у нас вообще вина все стали алкогольными вино вообще и вина они были связаны с нашими эмоциями каждая эмоция давала какой-то результат у нас эмоций очень много то что у нас тысяча этих гормонов которые еще 19 веке описаны были так вот получается что все вина превращены в алкогольные а те которые свойства они не с ним реальные все это все было похитено и сейчас в общем-то люди ничего и не знают потому что с каждым напитком до нот когор например да он позволял соединяться с хрониками акаши а ликер позволял соединяться с архами у нас хроники акаши в воде хранятся а вот архи по которых пишет но расшифровался время гриневич да они хранятся в кристаллах вот и кристалла не более такие вместительные долговечные в отличие от воды вода все-таки она ну там испаряется нагревается если буду нагреть она теряет эти свойства но кристалл тоже теряет но они редко нагреваются до таких градусов чтобы потерять информацию у нас природных нет таких чтобы там свыше там 100 грозов нагревать воду можно да можно ее испарять и она уже теряет свои вот эти свойства хранить информацию на хрониках акаши тоже много чего сохранено нас очень много всевозможных растений да вот у нас смотрите вот сейчас говорят пряности да это это пранность то есть прану мы потребляли прану их ведь много видов этой праны да она каждая прана связана была со своим каким-то чудесным даром там например с божественными там дарами со всевозможными явлениями и вот мы когда употребляли эти растения да вот сказка о муке ну там говорят что и написал нет фольклор и могут потребляя пряности достигали различных превращений преображений и божественных даров и так далее вот смотрите наша цивилизация наша была очень высокого уровня землей она имеет название в реальности не земля земля то что это семя из котовка из которого в общем-то появилось очень много цивилизаций в той же нашей галактике да и у нас очень много у каждого из нас родственников и живущих на разных звездных системах на тех же плеяда в том же регионе везде они живут и они часто бывают общаются но видите как правило от общения если вы пообщались сюда с кем-то вообще не планете они нам да уже потом не помните даже если вы пообщались на какую-то секретную тему вы тоже забудете то что ящик пандора работает у нас который наложил проклятие на все гармонично и божественно и чудесно то есть ничего нам не дают вот этот ящик пандоры но если вы его полюбите да вот полюбите ящик то оказывается он не блокирует куда ничего и вот эти вот ребята они же ездят гости к своим родственникам они но как бы приходит иногда и они заинтересованы даже иметь родственников на земле хотя мы находимся в братстве и считается позорным общение с рабами потому что но раб раз он ничего не может ничего не знает он но его как скота выращивают на этот гавах и все он уходит и душа у него совсем не бессмертно хотя она бессмертно по сути да и убивают нас у сколько ловушек там вот продай душу тебе там то и другое третье сразу 8 ящик изобилия и рог изобилия все посыпется а потом забирай душ тоже на головах но тем не менее вот они как-то перешагиваются из через себя ну или они чтят вот этими народовые связи и поэтому они общаются и поэтому они сюда приезжают забирают многие там остаются а некоторые не могут без этого маразма который у нас здесь на земле творится и они возвращаются но периодически снова к ним отправляется так что если мы все захотим вот иметь своих родственников на только их позвать на не прилетят они приедут в них совсем другие там и отношения и достижения все другое но например у меня был знакомый который пять лет провел в созвездили виде вот там тоже люди все там тоже самое там единственное что можно было там денег нет да и все что хочешь получить есть такие автоматы вот ты представляешь чё надо и анти выдает если ты хочешь там есть ну начниду выдаст если хочешь там какую-то одежду получить можешь представить его распланировать такая к тебе нужно а может то что они все носят то есть какой-то стандарт и все выдается но вот он там его забирали он пять лет там учился чтобы здесь на земле что сделать но он сделал здесь ничего не смог ну потому что но здесь реальности они хоть и прибывают сюда и хотят нам что-то помочь но бесполезно ну первое большинство людей они даже не лет в это да ну горит какой-то родственник там вот был случай ну женщина вышла во двор там вешать белье ну частный дом и садится тарелка во дворе вот выходит мужчина красивый понимаете и называет по имени ты ведь меня помнишь он гать нет а мы гриста вы были мужем и женой он горит поехали со мной она гриста как и поеду у меня муж у меня дети у меня работа куда виду он гать но ты подумай подумай если решишь позовешь но и улетел а таких случаях тоже много просто эти случаи обычно забывает но если забыт их стирает вот стирает сам ящик пандоры там никто даже за тобой не следит особо есть ящик пандоры он все отслеживает вот надо вот его полюбить то есть к нему надо хорошо просто относиться и он поэтому он начинает работать не против вас когда к нему негативно относится понятно что сотрет все у меня вот таких случаев когда стирали память я вот тоже обнаружил случайно тоже ехал в поезде да и разгорелся там с человеком которому сосед покупая и он мне говорит что он знает где вход подземный город я значит звоню своим ребятам город горю вот мол я узнал этот вход давайте готовьте экспедицию я приеду а из москвы как раз ехал туда сон на сибири готовьте значит экспедицию сейчас поедем приезжая на игре все готово поехали куда минуты же звонил он сказал что в ход подземный город знаешь где какой подземный город пущу ну короче говоря я ничего не помню ну ты же звонил игру из вообще ничего не помню соседа ничем не рассказывал но это же было да а таких случаев мне не один когда-то я обнаружил что мне стерли память контакты были а о чем мы там говорили нет но когда там контакты вот именно с очень высоким уровнем они тебя защищают то есть тебя не трогают пандора не может ничего стереть но когда такие вот случайные но не стираются естественно там был у нас во внутренней земле находится то есть надо вам землю попасть через мамонтовой пещеры которые как раз уединенных штатах вот сама иная пещера кстати говоря кто туда пытался проникнуть сам по себе да ноги кончили плохо но надо все равно в общем-то договариваться с жителями чтобы они вас туда провели чтобы они вас там приняли они же приходят сюда тоже у них тоже здесь есть родственники продание на нас не очень похоже вот мы все-таки изменены и внешне генетически нас поменяли волне в чем-то красивые люди вот но не все вот скажем так не все и в подземных тому-то во внутренней земли там же инопланетян очень много видов живет на сегодняшний день но люди тоже там если ангарте и кажется мы шамбала и гималайи там тоже находятся и также самая артания их много стран которые ушли именно в подземную во внутренней земле там народу живет больше чем на земле в реальности это раз в швабе туда прибралась там недавно там не уберли тот закончили строить а его строили еще со времен отечественной войны они в общем то это же открыты для контакта тем более если вы ищете этот контакт выходите все время пытаетесь выйти на связь но не откликаются мне же телепатия это не как у нас вот просто телепатию надо значит что если вы что-то представляете надо представлять перед глазами не внутри там головы а вот именно перед тогда вас услышат а если вы внутри не слышно но дело в том что сейчас же вот началось там около побереги атлантики типа извержения но то лава которая в общем-то поднималась к верху на поднялась температура то сейчас на земле повышается но и будет дальше повышаться все это закончить можно только лишь положительными эмоциями я уже об этом много раз говорил и говорю и буду видимо говорить для того чтобы все это ликвидировать надо уйти вот именно от всех эмоций отрицательных и быть только положительно всегда настроенным для того чтобы осмирять эту стихию потому что наши эмоции вызывают стихии вызывает эти стихии внутрь 7 герцовые частоты землетрясения которые появляются но это от людей все идет этот страх вот на тоже 7 герцовый что-то тоска там но у нас около 30 этих эмоций отрицательных все они крутятся около 7 герц поэтому когда их много складывается и возникают эти землетрясения и всякая война она сопровождалась землетрясения как только объявляли войну им начиналось война на землетрясения вот первая война на мировое началась землетрясение 2 мировая война началась землетрясение 3 С MIT 3С л в ропу азию америку ну по всей земле возникает сельцы вообще станет все постоянно идут часть уже вместо пяти тысяч обычных. Сейчас там десятки тысяч землетрясений у нас происходят. Но это тоже связано с нашими отрицательными эмоциями. И вот этот подъем этой лавы, которая сейчас, в общем-то, вырывается наружу, тоже связан с нашими отрицательными эмоциями. Надо их убирать. Убирать их, чтобы убрало как можно больше людей. И это очень серьезно в реальности для того, чтобы нам, человечеству, остаться, жить здесь, на Земле. Нужно зарядиться положительной энергией, положительными эмоциями. Чего я всем оставил.